Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза в отдельных районах. Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16. В горах до плюс 10. Днем до плюс 24, местами плюс 11, плюс 16 и высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 23-25 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория «Нерпляс». На экранах московского метрополитена началась трансляция видеоролика о Карачаевой Черкесии. Проект реализуется в рамках мероприятий, посвященных столетию Карачаевой Черкесии, проводимых постоянным представительством в Москве. Ролик транслирует в поездах и на станциях всех веток столичного метро. За полторы минуты жителям и гостям столицы предоставится возможность увидеть краткую информацию о республике, увидеть живописные места и достопримечательности региона, исторические памятники и ознакомиться с крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений объектов Вселенной – Сауран. Учитывая ежедневный пассажиропоток московской подземки, можно с уверенностью заявить, что за неделю ролик посмотрят более 5 миллионов человек. Увидев данный ролик о прекрасном месте о Карачаево-Черкесии, мне захотелось свой отпуск провести именно там. Красивые места, замечательная природа, культура, традиции. Я обязательно хотела бы посетить данное место. Спасибо за прекрасный ролик. Была очень рада видеть родную республику в метро, пока ехала на учебу. На самом деле мы студенты очень скучаем, будучи здесь в Москве. Также я думаю, что москвичи, по моему опыту, знают не так много о нашей республике, поэтому очень благодарна постоянному представительству Карачаево-Черкесской республики, что они занялись этим вопросом, запустили такой интересный ролик. Более полусотни его стихов стали популярными песнями, которые сегодня исполняют известные певцы и коллективы Северного Кавказа. Его поэзия глубоко лирична. Писать стихи наш сегодняшний гость Халид Хубеев стал относительно недавно, но его произведений хватит не на одну книгу. О том, что именно стало толчком к написанию, с кем он сотрудничает и как найти отклик в душе своего читателя, на эти и другие вопросы. В эти минуты в нашей студии Халид расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Халид! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я знаю, что вы пишете всю жизнь, но хотелось бы узнать все-таки о начале вашего творческого пути, ведь вы уже профессиональный поэт, пишут многие, этим увлекаются многие подростки, особенно когда чувства, когда подростковый возраст, все, наверное, это пробовали, но чтобы сделать это практически делом своей жизни, это не у всех получается. Вы помните свое первое стихотворение? Вы помните, о чем оно было? И что стало толчком для него? Ты чуть-чуть ошиблась. Я начал писать буквально 10 лет там назад, 12 лет вернее. Это было в Дагестане, где на рынке Кала в Дербенте. Я туда зашел как обычный человек, и оттуда ушел поэтам, грифмоплётам. А почему-то я думала, что вы всегда писали. Судя по тому, что одних рубаи у вас 900 штук. Я, да, да, да. 965, если вернее. Ну, а что, вот именно посещение этого места стало толчком? Ну, я не знаю, я по линии коммерции поехал, а там тамошние друзья повели на экскурсию на рынколу, а это древняя-древняя крепость. Раньше говорили где-то около 5000 лет, а потом установили что-то через Юниевское, 2500 праздновали несколько лет назад. И вот в этой крепости что-то стрянуло, что-то получилось. А о чём было стихотворение? Стихотворение именно не в самой крепости, а в крепости что-то пришло мне, озарение какое-то пришло. И, если честно, это озарение меня чуть не свело с ума. Вы потом, приехав домой, стали... Я по дороге написал, там клин, журавли летели, и я написал, вот, ни с того ни с сего, вот, рифма пришла, вот, стихи как-то... Есть такое понятие вдохновения. И вот во время вдохновения только успев описать. А потом можно откорректировать туда-сюда по мелочам. У вас именно так? У меня только так. Приходит? Только приходит. Я самовольно, взяв листок... На заказ не напишет? Не-не-не-не-не-не. Это исключено. Должно прийти? Должно прийти. Пускай это будет месяц, пускай это будет год. Должно прийти. А созревает в голове? Ну, как-то идет, да, так. Ну, вот смотрите, вы в большей степени все-таки лирик. Ну, да. Многие поэты, они в основном лирики. Испытывают чувства, пересказывают их, пишут их на бумаге, делятся со своим зрителем, слушателем. Мне знаете, что интересно, каково это делиться своим внутренним миром с чужими людьми? Ну, это как сказать, что внутри каждого поэта то ли тревожит, то ли мучает. Это надо излагать на бумаге. И как-то передается это. А вот боль, страдания, любовь, это все, конечно, в пору вдохновения даже не успеваешь писать. Ну, вот как вы делитесь с людьми этими? Как вы чувствуете, как они воспринимают ваши стихи? А, те, которые слушают мои песни или читают, да? Да. Ну, меня, если честно, как-то я не думал, что надо издаваться. А теперь груз очень большой стал. Как я начал насчет этого договариваться в Нальчике и во Владикавказе, насчет издания книг. И пандемия началась. Вот тебе и раз. Ну, ничего, если все нормально будет, вот у меня этот багаж большой, что на русском, что на родном языке, и надо издаваться. Вы двуязычный, да, поэт? Что? Двуязычный поэт. Да, выходит, да. Я сперва писал на русском. На каком языке легче вам выражать свои чувства? Если честно, на своем легче. Не все понимают. На своем как-то легче. А вот на русском все-таки это язык Великого Пушкина, Тютчева и так далее. Богаче. Да, трудновато писать на русском. А я в Дагестане когда был, в русском отделе Союза писателей Дагестана, мне даже как бы маленькое замечание сделали, ну, не в шутку, а как бы в серьез. Вот ваш национальный колорит в ваших стихотворениях как-то красит ваше стихотворение. Ну, там заметно чуток что-то национальное. Ну, я как бы это учел. И уже в возрасте, вот пять лет тому назад, я университет закончил, факультет литературоведения, магистратуру. Но учиться же никогда не поздно. Ну, да, да, да. А если говорить, коли мы стали говорить о ваших песнях, многие наши известные певцы исполняют ваши песни, ваши стихи. С кем вы сотрудничаете? Ну, как таково, особенно с одним и тем же нет у меня. Вот те, кто просят текст или кто заказывает. Вот, допустим, «09-й регион» песня. Это как бы ребята... Группа «Джигитэй». Да, группа «Джигитэй» поет на русском языке. Там у них и про «Октябрь» есть песня на карачаевском языке. Дахир Сазаруков, Мурат Тагалеков с «Нальчика». Много. Вот на карачаевском вот наша звезда, юная, юная звезда, или как сказать правильно, Роберт Качей исполняет более 20 песен. Одним словом... Вы так скромно говорите, более 20 песен, только один исполнитель. Да, да, да. То есть их, наверное, около сотни. Песен? Ну, где-то да, десяток, 60-70, 6 десятков, может, больше. Халид, скажите, какой должна быть поэзия, чтобы найти отклик в душе читателя? Чтобы отклик найти, не надо взять карандаш и стараться писать. А надо... Просто отделиться. От души, от души. Вот если идет вдохновение, это тебя поймет почти каждый. А если нет вдохновения, я вообще не беру в руку карандаш или ручку. А в каком настроении вам лучше пишется? В грустном или в приподнятом? Не могу точно сказать, и так, и так бывает. Когда идет, так идет. Вот самый большой толчок для вашего творчества – это все-таки, наверное, человеческие чувства. Самый большой толчок – это, если правду сказать, это как бы ее величество – любовь. Любовь к матери, любовь к женщине, любовь к работе, любовь к родине и так далее, и так далее. Не обязательно, если вот слово «любовь» в ограниченной рамке. Вот любовь ко всему, особенно к прекрасной половине человечества. Ну, говорят, что многие поэты говорят о том, что они любят больше всего осень. Вот эту красивую пору, желтые листья. Вы какую погоду любите? Это влияет как-то на вас? И время года? Бывает, бывает. Я люблю весну. И по весне все зарождается, по весне все цветет. Все в цветении, зелень и так далее, и так далее. Это меня больше и больше вдохновляет. У вас есть какое-то любимое стихотворение? Ну, как таково, особенно любимых нет. У меня через раз возьмешь любое стихотворение. Тот, кто не любит, как услышит, полюбит. Вот от каких стихов вы отказались? Вот бывает так, что вы пишете в стол и никогда это не опубликуете? Я в начале свои много стихов, очень много, большой груз, их сжег я. Почему? Потому что я теперь очень жалею, конечно. Но я же не знал, что такое вдохновение, что пишется так. Я думал, если хочешь поэтом стать, поехал, литературный закончил и стал поэтом. Ну, как инженер, как врач и так далее. А когда пришло вдохновение, я много чего писал, не зная сам того. И как бы объясняю, что с одним, то с другим. Читаю, что-то интересное мне. Они как бы насмехались, то, что. И потом я начал Лермонтова читал. И там у Лермонтова пишется, что надо не всем подряд читать. Надо найти своих слушателей. У него есть хорошее стихотворение, на что этого. Я после этого перестал читать каждому вдоль и поперек. Кто не идет, кто не сидит. Я везде читал. Ну, интересно было мне. Мне почти 50 лет... Слышать мнение. Мне почти 50 лет было, почти. И я начал писать. Мне было очень-очень интересно. Я это не мог себе держать как-то. И вот читал. То одному, то второму, то в санатории, то в больнице, то еще где, то на работе. А потом я, когда вот эти первоначальные свои, я очень много большой грузжок. То есть вы считаете, что писать, научиться хорошо невозможно? Это или есть, или нет вдохновения? В моем случае, да. Ну, как-то самоучением можно заниматься, а можно побольше читать. Если хочешь хорошо писать, надо читать классиков. Если ты хочешь сам издать или какие-нибудь там дворовые, я не знаю, как сказать. Ну, кого будешь читать, и у тебя стиль почерк может казаться таким же. Вот тот автор. У вас есть любимый поэт? Есть, конечно. Судя по тому, что вы любите классиков? Да, да, да. Я в основном читаю только классиков. Пастернак, допустим, мой очень любимый. Тючева многое у меня, дипломная работа тоже была насчет темы Тючева. Блока я очень сильно люблю. Ну, конечно, великого пуска. Надо сказать, у вас хороший вкус. Ну, Гейни я читаю. И доктор Фауста пару раз даже прочел, если честно. Гёте. Ну, и своих классиков. Расул Гамзатова больше всех люблю. Суничева, Замата. Мне кажется, это самый лучший поэт на Кавказе. Расул Гамзатов. Расул Гамзатов. Он понятен всем. Спору нет, спору нет. Кайснак Улье Васильевна. Да, это великие люди. Ну, вот классиков надо читать. Хочешь хорошо писать – читай классиков. Сегодня для наших утренних зрителей что вы прочитаете из своего творчества? Юность, молодость, мечтания даются в жизни только раз. На склоне лет воспоминания, как грустно-тягостно для нас. А тем годам никто не чуток, как будет думали всегда. И за короткий промежуток умчались годы навсегда. Любовь пылающую страсти, в душе кипящие с тоской, Терзая душу всю на части, былое вспомним мы порой. Но время вспять не повернется, мечтание юности и любви, И счастье вновь не улыбнется, то хоть зови, хоть не зови. А если вникну в сердце слушать, душевность слышится трезвон, Пройдет вся жизнь, и будем думать, быть может, прошлое лишь сонно. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, И, конечно, я желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Раскрыть особенности здорового питания своих предков, Приготовить блюда по старинным рецептам и даже продегустировать их. Такую задачу поставили перед собой учащиеся второй школы села Курджинова. На открытом занятии «Национальная кухня казаков» Встретились любители истории, повара и приглашенные гости. Подробности у Али Баташева. В это блюдо нужно вложить молоко, муку, яйцо, а еще душу и желание. Учитель начальных классов Наталья Гусятникова лепит вареники И обучает этому юных мастериц. Посмотрите, надо краешки подвести друг к другу И крепко-крепко пальчиками сделать шов. Шов должен быть крепким, красивым. И потом можно облидать любую форму нашему вареничку. Вот так получилось, да? Покажите гостям, какие у вас красивые варенички получили. Наши хозяюшки умеют это делать. Пока варятся вареники, накрывается праздничный стол с красной скатертью. Питание казаков всегда было очень разнообразным. Как и другие народы, казаки вели свои традиции в питании. Обычно за день казачья семья садилась за стол три раза. Завтракать, обедать и ужинать. Перед тем, как сесть за стол, каждый член семьи был в руки и вытирал их овощевым полотенцем. И стоя крестился на иголок переднему внуку. Произвеся при этом угол самолит. Хлеб всему голова. Каравай нарезали на ломтик, которые укладывались на деревянное блюдо. Изделий из муки много, но особой популярностью пользовались блины. Блин на солнышко похож. Солнышко прекрасное, теплое и ясное. Вкусно-птища, вкуснота. Ешь блины от живота и сметанкой заедай. Нынче всюду блин прираи. В этот час и старый, и младый вкус блинов отверг трат. Блин с вареньем, с мясом, с фаршем, с отгущенкой, с абрикосом. Блин с иконкой, с рыбой, с мёдом. Обожаем народу. Соленый огурчик, помидоры, квашеная капуста, подвареный картофель. Не только вкусно, но и полезно. А вареники одинаково прекрасны. И как второе блюдо, и как десерт. Я вареники люблю. Вот вареники с картошкой. Налетается в спинку и с ложкой на вареники с картошкой. Ох, вареники с картошкой, в кипятке, в улыбочком. Вкусно-машим ремешками, в полуджареном лучком. В порошком вареники, кушайте, как семечки. Маслом поливается, сметанкой заправляется. Коль ты хочешь просто. Вареники с картошкой, золотые, налетные, раскудрявые, заветые. Сморины, ежевики лепили мы с утра. И угостишь вкусняшкой, настало уж пора. Ешьте вареники с душой, кушайте с наслаждением, поднимайте до там, они настроение. Каждое блюдо неповторимо и имеет свой особенный вкус и аромат. Даже у моих родственников, у мамы свой борщ, у сестер свой борщ. У нас в семье своеобразный тоже свой борщ. Вы вроде из казачьего сами рода, да? Ну, как корни есть. Ну, далекие, но корни есть. Ну, вот вам приятно, что вот эти корни время от времени как бы оживают и как бы наполняются вот жизнью. Новые причем такие. Знаете, как вот старое дерево с побегами потом. Новые побеги отрастают и все. Конечно, в нашей семье, наша семья многонациональная, но и тем не менее, мы поддерживаем все традиции, ну, каждого ответвления, допустим, и стараемся это передавать детям. И кухню, и быт, и садоводство, и овощеводство. Это все, приучены наши дети к этому, и все это у нас в семье ведется и идет. То же самое и хозяйство и так далее, и рукоделие, и кухня. Ну, скажите честно, вот на таких занятиях двоих не бывает, да? Нет, надо просто учиться и приобретать опыт. У нас единственный в районе казачий класс, и мы у нас казачья направленность. У нас 15 человек в казачьем классе, и мы вот хотели показать немножко казачью культуру. Потому что у нас многонациональный район, у нас проживают и русские, и карачаевцы, и черкесы, многие на рубасте. Разнообразие блюд на столе повышает аппетит, а казачья песня рождает прекрасное настроение. Мы с тобой казаки, дети русского поля, наша Родина, звезду, купали и реки. Нашу став, мы с такой честь, свобода и воля, мы с тобой казаки, мы с тобой казаки. Нашу став, мы с такой честь, свобода и воля, мы с тобой казаки, мы с тобой казаки. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск истей Шерифа Атлепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Фонд Академии российского телевидения объявляет прием работ для участия в 21-м всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-регион». Условия участия на сайте tefi.ru